И, конечно, даю вам домашнее задание. Найти квадрат нечетных чисел. Вообще, вы должны задать любое свое число, задать свою переменную. И переменную можно ввести в число, допустим, первых 10 чисел. Можно ввести число 20, тогда найдете квадрат первых 20 чисел. Начальное значение можно взять с нуля. То есть, пускай всегда с нуля выполняется, но до 10 или до 20. Дальше, найти сумму делителей числа А. Чтобы понять, что такое делитель, стоит вспомнить математику. Давайте я как раз в атоме покажу. Вот у нас, допустим, переменная А. Это делимы. Дальше мы делим на переменную В. Это как раз делитель, и переменная С. Это и есть частная. То есть, получается, необходимо найти все вот эти делители. И затем найти из них сумму. Сложить их между собой. Третье задание. Проверить, является ли число совершенным, равным сумме всех его делителей. Например, число 4. То есть, сначала мы находим делители, находим ее сумму, и проверяем, равна ли эта сумма самому этому числу. Например, 4, если взять. Если посмотрим его делители, 2 и 2, то его сумма как раз составляет 4. И это число является совершенным. Последнее задание. Объясните, является ли введенное число неполным. Вот неполным называется число то, которое делится только на себя и на единицу. Например, число 11. У него есть только два делителя. Только единица и 11. Больше ни на какое число оно разделиться не может. И поэтому оно является неполным. Точно так же задаете какую-нибудь переменную, и выясняете, является ли введенное число неполным или нет. Продолжение следует...